Девушки отдыхают Гитлеровцы выбросили в Рейхстане белый флаг, сдаются! Поздравляю тебя, Чуйков! Поздравляю! Неужели конец, Георгий Костантьюч? Четыре года! 1410 дней и ночей. Товарищ Пашин! Берлинский гарнизон просит нас перейти на волну 440. Ослежание русских. Русские, внимание, переходите на волна 440. Просы им прекратить огонь. Просы им прекратить огонь и вступить в переговоры. Переходи на передачу. Передай. Наши условия одно. Безоговорочная капитуляция. Огонь прекратить через 15 минут. Пленных будем принимать у бренденбургских ворот. Всем гарантируем жизнь. Всем гарантируем жизнь. Сегодня программа «Светлая память» вспоминает и поминает великого артиста Ульянова Михаила Александровича. Это было могучее явление в советском кинематографе. И даже несколько позже. Он собою, может быть, даже несколько продлил вот это чудесное время, когда были такие личности, как Михаил Александрович. Я хотела бы сейчас начать с того, что вспомнила его высказывание, что для меня очень важно. Он говорил так, что художник, если он отражает своё время, если он его чувствует и понимает, этот художник – актёр. А есть ещё лицедеи, которым, по сути, очень часто виртуозы, но, по сути, им всё равно, что играть. Они могут и так, и сяк, и иногда очень блистательно. А для меня, сказал Михаил Александрович, самое главное – что? Что играть? Что – это кислород роли? Вот когда я это прочитала, то я внутренне очень обрадовалась. Мне показалось, что Михаил Александрович ответил на мой внутренний вопрос. Что есть актёр? И откуда это? Свыше или откуда-то ещё? Это дар. Божий дар. А может быть и нет. Поэтому, вспоминая и беседуя с вами, дорогие мои, а сегодня у нас в студии все вахтанговцы, все люди, по сути, очень близкие Михаилу Санчу, его любимая актриса Марина Избенко. Хочется верить. Да. Рядом с Мариной сидит Владимир Владимирович Иванов. Это чудесный педагог, по сути, в общем, продолжатель блистательной вахтанговской школы, у которого много великолепных студентов. А передо мною ректор Щукинского училища Евгений Князев. Так вот теперь хотелось спросить вас, дорогие мои вахтанговцы. Всё-таки вот то, что я привела, цитату Михаила Санча, о том, что лицедеи и актёры – это всё-таки две разные ветви. Как вы обучаете ваших студентов, Владимир Владимирович? Ну, понимаете, учитель... Какая школа? Да, я понимаю. Вопрос понятен. Вы знаете, учитель нам абсолютно точно, я имею в виду Евгений Багратионович Вахтангов, он нам дал абсолютно ясный, абсолютно точный ориентир и руководство к действию. Он говорил о том, что школа, театральная школа, должна не обучать, а воспитывать. Понимаете? Вот в этом коде и есть, по существу, то, про что вы сейчас говорите. Потому что всё-таки обучение – это больше технологическая проблема, а воспитание входит сюда и нравственное. Это очень большая ответственность. Конечно, 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 большая ответственность. И мы набираем этих молодых людей для того, чтобы выбрать из них те, которые выберут театр с мыслом своей жизни. И Михаил Александрович эту профессию свою именно и воспринимал, как служение народу. С фибровым чемоданчиком приехал из, даже не из Омска, а из города Тара, Омской области. А в этом фибровом чемоданчике были исключительно книги, а не что-нибудь другое. поступить в институт сразу после окончания, в наше училище после окончания войны. И вот свидетельство того, что если студенты вели студенческую жизнь, то он вёл жизнь студента, ученика, который должен был всему напитаться, всё понять, всё постичь для того, чтобы было что отдавать. – Ну да, вы знаете, я ещё тут вспомнила, ну, может быть, не совсем точно, слова Вахтангова. Есть некое слово, которое живёт в народе. Но народ – это слово, оно как бы затуманено, оно как бы закрыто. И задача художника – это слово вынуть из вот груди народа. И сделать это слово, ну, таким ярким и ёмким. И вот, например, вспоминая председателя его, Трубникова, он как раз ведь вынул, он показал такой тип народный, который сразу все и приняли. Это наш. Правильно же? – Наш. – Слово предоставляете товарищу Трубникову. Я сначала отвечу Оле Коршковой. – Узнал? – Узнал. – Ой. – Я всегда попозителю в него. – Да под Полина крикнула, что кончились, мол, ваши страдания. – Ну. – Нет, товарищи колхозники, ваши страдания только начались. Вы развратились в нужде и безделии. С этим будет покончено. Наша ближайшая и первая задача – колхозник должен получать за свой труд столько, чтобы мог на это жить. – Жить. – Ну, конечно, с помощью приусадебного участка, личной коровой… – Постой, постой, милок, ты в риды не забирайся. – Где из девичных коров-то видал? – Во сне, бабка. – Во сне. – Да, приснилось мне, что через год у всех будут коровы. – А мои сны сбываются. – Ставлю на голосование свою кандидатуру. – Кто за? – Прошу поднять руки. – Так, кто за? – А ты чего спишь, бабка? – Подними руку. – Подними руку. – Поднимай руку. – Так, против нет? – Нет. – Нет. – Воздержавшихся нет? – Ну, теперь пеняйте на себя. – По тому, как он реагирует, по тому, как он страдает за других, за други своя, это же видно. Более того, ведь этот образ, он во многом был и христианским. – Конечно. – Понимаете, хотя об этом тогда ведь никто и не говорил, да и как-то и не принято было. Поэтому в председателе он как раз вот это вот народное слово сконцентрировал и вынул, и определил, и народ себя узнал в нем. – Ну, вот я как раз хотела сказать по поводу веры, да. Я уверена, опять же, что Михаил Александрович, играя председателя, он свято верил, и он перевоплощался в этого героя, и ему поэтому все верили. Когда он играл Жукова, он абсолютно верил в правоту и в то, что он все правильно делает. Поэтому верила вся страна. И кто бы мог вот еще тогда представить, кто, вот кому бы могли поверить больше Жукову, как Ульянову? – Да, Георгий Константинович, положение чрезвычайно тяжелое. Наши войска сражаются на пределе человеческих возможностей, а немцы рвутся к Москве. Осталось 30 километров. – А не кажется тебе по характеру действия и силе ударов немецких группировок, что противник выдыхается? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Понимаете, ведь это гораздо больше, чем просто роль. Знаете, что, Владимир Владимирович, вспомнилось сейчас? Капустник, который был сделан в память для Михаила Саныча к его 70-летию. И придумали, наверное, вы были режиссёром этого капустника, когда Михаил Саныча, уже состоявшегося, до такой степени состоявшегося, грудь в орденах, одели фуфайку, впрягли в телегу. И со сцены театра Вахтангова он один тащил эту телегу. И вот вся его миссия была искусством. Вот лицедей он вышел, сделал легко, люди порадовались, посмеялись, а ему нужно тащить всё вот это вот за собой. Получается, что актёр не потому, что вот он где-то там исповедовал, где-то о чём-то проповедовал. Нет. Он своей погружённостью во время, в роль давал образы, примеры жизни. Примеры того, как надо быть, как надо поступать. Поэтому, конечно, любовь к Михаилу Санычу, она особенная. Наш народный герой. Мне говорят, а чего сейчас-то? Где же сейчас-то народные герои? Времена не выбирают. Но времена, когда творил Михаил Саныч, они всё равно были более определённые, более понятные. Вот когда это общество стало разделяться, мы можем вспомнить ещё одного персонажа Михаила Саныча, Борошиловского стрелка. Он остался героем? Вот опять, понимаете, социальный герой до самого конца. Ну вот мне очень нравится его высказывание по поводу самой профессии. Вы знаете, он такое интересное написал высказывание, что вхождение и выход из роли напоминает качели из собственных нервов. Вот ты качаешься в одну сторону, в эту... Ведь можно и не выйти иной раз из такой роли, что часто и случается. Потому что мало кто обладает такой глубиной владения профессией, как обладал Михаил Александрович. Он мог себе позволить качаться на нервах. Что ты делаешь? Да как же так может быть? Ну как же? Что ты со мной делаешь? Ты что со мной делаешь? Неужели тут рядом, совсем близко, есть другая жизнь? Где живут? Другим правилам. Где живут? Так доверчивые. Это просто, так просто, господи, что неужели можно жить так просто? Ну это же, это же не по правилам, это же нечеловечески, ну как же так? Ну как? Ну что же, что же я хуже всех, а я один из других, как их много. Ох, много. Кто это может позволить из современных артистов? Мне кажется, что он не просто мог себе позволить, он этого добивался, что было совсем непросто в то время, понимаете? Потому что после Ленина играть такие роли, как Тарталья, в театре он играл «Человек с ружьем», играл Тарталью в «Турандот», он играл в кино. А тоже техникой надо обладать. Не только техникой, а это то, про что вы говорите, что вот он мог себе позволить. Он не просто мог себе позволить, он это принципиально хотел. Потому что этот момент того самого лицедейства, против которого, цитату, которую в самом начале привели, да, он, необходимость лицедейства, как части профессии, он это очень ощущал, чрезвычайно ощущал. В Тарталье он лицедействовал. Абсолютно. Лицедействовал еще как. Лицедействовал. И ничего он там не переживал. Эта глубина во фронте. Я обожал эту сцену. И приходили смотреть. Да, все за кулисами собирались, когда Михаил Александрович должен был пляску свою устраивать, когда допьем и пойдем работать до утра, работать будем, все силы отдадим фронту. И они начинали эту пьянку, и ему, значит, плясовую начинали играть. И когда он два стула брал с двух сторон, и такой в присядку шел. Это что? Какая там глубина? Какое там служение? Это лицедейство. Это не лицедейство. Это палитра. Есть там и юмор тонкий. Все это. О, гляди, Мюллер. Поехали. Это, кажется, еще... Выхожу Один я На дорогу Сквозь туман Кремнистый Путь блестит У Димки, наверное, будочка какая-нибудь есть. А я чего-то дружусь, да? Хе-хе-хе-хе Можно я расскажу один эпизод? В истории Михаила Саныча был один спектакль, который не вышел. Это была пьеса Зорина, которая называлась «Пропавший сюжет». В этом спектакле было всего две роли. Одна у Михаила Саныча, а вторая у достаточно молодой актрисы нашего театра. А меня Михаил Саныч позвал в качестве режиссера такого, который бы... Ну, он сам был как постановщик этого спектакля, но, естественно, ему нужен был глаз со стороны, ему нужен был собеседник, и он выбрал на эту роль меня. И вот мы этот спектакль репетировали. Действие происходило в Одессе. Происходило в один день. То есть вечер и ночь. К такому одесскому обывателю, которого Михаил Саныч репетировал, приезжает с рекомендательным письмом молодая барышня, которой надо просто переночевать. И в течение действия пьесы выясняется, что она террористка. Она приехала для того, чтобы совершить акт убийства генерал-губернатора Одессы. И вот такое столкновение этих двух людей. И долго мы очень-очень тщательно репетировали и бились над этим образом. Михаилу Санычу хотелось этого обывателя по фамилии Дорогин, ему хотелось его, как он сам говорил, за ушко и на солнышко. Вот эту позицию обывательскую, позицию Михаила Саныча всегда была абсолютно точная, абсолютно ясная, абсолютно однозначная позиция по отношению к герою, которого он репетировал. По отношению к пьесе, в которой он работал, сценарий. Он был определенен совершенно всегда. И вот настал момент, когда уже декорация делалась, понимаете, уже была назначена премьера. И вдруг возник тупик. Мы пришли к тому, что мы не можем никак сдвинуться с места. Мы никак не можем этого Дорогина сделать таким, каким он, значит, видится Михаилу Санычу. И я помню ночную поездку к Зорину, мы приехали ночью к Леонид Геннадьевичу, мы на кухне у него вели разговор, а что же делать дальше, никак мы не можем сложить этот кубик Рубика. И в конце концов я спросил у Зорина, говорю, Леонид Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот этот самый Дорогин, он у вас от слова «дорогой» эта фамилия? Он говорит, ну я как-то никогда не думал. Ну вообще да. Да. Я говорю, тогда у нас ничего не получится, потому что Михаил Саныч абсолютно точная позиция, что он вот этого самого Дорогина должен за ушко и на солнышко. И в результате вот этого ничего не получилось. То есть позиция его, о которой вы говорите, его позиция по отношению к явлению, которое он репетировал, и человек, который он хотел сыграть, она противоречила, в общем, авторскому замыслу. И он не смог переступить, и не захотел переступить, и не захотел изменить свою позицию, и от спектакля пришлось отказаться. Садись и молчи, а я буду говорить, потому что срок такой пришел. А ты выслушаешь, ты рассудишь, и ты простишь. Эх, Алешка, страшно много бед дано человеку на земле терпеть. Страшно много бед дано человеку на земле терпеть. Страшно много бед дано человеку на земле терпеть. Я, брат, очень необразованно. Но я много обо всем думаю. Вот красота. Это, брат, тоже страшная вещь. Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. Знал ты это или нет? Нет, не знал. Нет, широк человек, слишком даже широк. Я бы сузил. Ужасно и то, Алешка, что красота не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Впрочем, что у кого болит, так про то и говори. Вот эта позиция актера, который не отступается от своих внутренних каких-то принципов, от своей убеждений, от своей природы, наконец. Вот я за Михаила Александровичем наблюдала в двух спектаклях. Это «Мартовские иды» Аркадия Каца, где он играл Цезаря. Последние дни, в те дни, когда его убивают, я играла Клеопатру. Михаил Александрович приходит. Понятно, что он был художественным руководителем, что у него масса дел. Но я видела, что он немножечко другой. Он уже Цезарь. И как он сидел, как он выслушивал, как он говорил, что-то отвечал. А потом другой спектакль «Без вины виноватый», где он играл шмагу. Такого артиста характерного. И он даже ходил по-другому. Но это вот нужна техника, как раз которой невершенно виртуозно обладал Михаил Александрович. Но ведь это же очень многих актрис, особенно они более податливы, приводит на грань психического срыва. Мы видим, что такая мудрость актерская. Выходя со сцены, не забудьте выйти из образа. Что такое театр? Ремесло или искусство? Кому-то удается подняться до уровня искусства, а кому-то оставаться на уровне ремесла. Вот мы учим в институте ремеслу всех. А тот, кому дана личность природой, или ты развиваешь эту личность, тот и может стать, сыграв какую-то роль, сделав фильм ли, спектакль ли, это явление станет произведением искусства. А что такое сыграть спектакль? Если бы каждый верил в то, что и ты уходил бы на казнь, и тебе сегодня отрубали голову, или ты в преисподнюю попадал бы, о, тяжело пожать и каменной деснице, то действительно близко до сумасшедшего дома. Если бы артист, играющий Германа, сходил каждый раз с ума, он уже давным-давно отработал бы. Поэтому это все абсолютно разделяется, и Михаил Александрович умел это разделять. Он выходил на сцену, внутренне он готовился. У каждого есть свои воспоминания с Михаил Александровичем, у меня тоже есть свои. Когда мы играли без вины виноватые, и у нас была площадка, куда мы должны были заряжаться за полчаса, минут за 40 до выхода на сцену. И это было вот примерно как вот эта студия, и мы сидели в этом замкнутом пространстве и не могли оттуда выйти никуда. И по этим, эти 40 минут, мы с ним разговаривали обо всем. Про жизнь, про его семью, про его жену, про его дочку, про его внучку. Я видел зарождение его болезни. Я видел, как ему неловко было в этом признаваться, и как мне пришлось сказать, что я вижу, и давайте я вам помогу в этом. Это все было. И мы разговаривали до самого выхода на сцену. Я у него спрашивал, Михаил Александрович, вам же сейчас выходить играть. Говорит, ну это разные вещи. Я готов. Я всегда внутренне готов выйти и сыграть. Поэтому для него не было таким сегодня играть Антонио Клеопатро, когда я видел спектакль Ричард Третий. Он себя так отдавал Грозова на сцене. Мой государь. Взят герцог Бекингем. Весь случай из двух, что я принес. Второй этаж, он высадил Савитич Муты и сильный войско Милфорде стоит похуже первой. Но что есть, то есть. Пусть кто-нибудь доставит Бекингема мне в Солнцбери. Пусть кто-нибудь доставит Бекингема мне в Солнцбери. Мое второе я, советчик мудрый, пророк Аракур, дорогой мой брат. Ведь как дитя. Я был ему послушен. Мерца не звезд. Стоит глухая ночь. Холодный пот и дрожь. Уже боюсь я. Кого? Себя? Здесь больше никого. Молодые артисты, вжавшись в стенку, смотрели с широко открытыми глазами на явление, рядом с которым мы можем находиться. А он шел и благополучно обсуждал либо государственные дела, либо какие-то другие дела. Он был депутатом к тому времени. Помогал очень. Помогал. Он ездил куда-то. Могу левить товарища Ленина. А что у вас, товарищ? Простите, это кажется, я не узнал вас. Я из штаба фронта, из царского села. К утру мы окажемся без единого снаряда для артиллерии. Снаряды есть в Петропавловской крепости. Их необходимо к утру доставить на фронт. Вот это другое дело. Этот вопрос нужно решать сейчас. Пойдете с товарищем студентом к управляющему делами Совета народных комиссаров? Есть. Раздобудьте список ломовых извозчиков Питера. Есть. Возьмите в помощь косногвардейцев, будите ломовиков и заставляйте их возить снаряды из Петропавловской крепости. Мы их разбудим, это прекрасно, Владимир Ильич. А через час доложите мне, как у вас идут дела. Я должен послать донесение своему комиссару. Я напишу, что снаряды будут. Ну хорошо, напишите. Не входя в подробности, я могу написать. Ленин сказал, что снаряды будут. Ну хорошо, напишите. Мы знаем, вот зритель простой, каких он лидеров все время играл, царей, государей, таких очень сильных, таких очень упорных, волевых людей. А когда я прочла книгу, которую писала, составила, вернее, Лена Ульянова, дневники Михаила Александровича, и когда я увидела, насколько это был сомневающийся, насколько был ищущий все время и много имеющий к себе претензий артист и человек, какой-то невероятной доброты человека и человечности, и как он обсуждает в этих дневниках своих, как он неправильно там поступил по отношению там к партнеру, и все сожаления, что он вот здесь вот, вот здесь не, а вот здесь. И для меня это было таким вот открытием, потому что какой глубины, какого драматизма душевного это был человек, а не просто вот столб такой, царь, государь, председатель и маршал. Для чего человек на свете живет? Всякий человек живет для своего дела. Обязательно каждый человек должен хоть в одной душе добро посеять. Ну так. Если Бог все-таки есть, это ему зачтется. Ведь кто-то должен добро мной сделанное взвешивать. А зачем его взвешивать? Для отчетности, что ли? Для очищения совести себя. Ты не считай добро-то, Леня. Не регистрируй его. Вот и совесть тебя не потревожит. А если я добро сделаю, а никто не заметит этого? Вон ты до чего додумался. Так а если ты о себе думаешь, добро делай, так какое же это добро? Это, брат, хуже зла, подлее. Вот как вопрос обстоит. Да, у него не было вот этого, знаете, обратной связи с ролями, когда вот я гений, я царь, я герой. Не было, не было. Вот это самое прекрасное и поразительное. Вот вы замечательную вещь сказали, что вот как он вот это чувствовал. А мне кажется, что одно из обязательных условий для человека, который занимается нашей профессией, ведь в каждом из нас есть все, как в каждом человеке. Есть добро и зло, есть величие и ничтожность, есть боль и радость, счастье и восторг. Все качества, которые присущи любому из нас, есть в каждом из нас. Одно из примет таланта заниматься этой профессией – это умение найти эту струночку в себе и заставить ее извлекать этот звук. Вот там много-много-много-много, как на арфе, много-много струн. И вот мастерство, оно и состоит в том, чтобы на этих струнах своей собственной души играть так, чтобы отзывались струны в зрительном зале. И при этом видеть это со стороны. Обязательно, обязательно. Потому что невозможно играть на струнах души. Обязательно эту арфу нужно вынуть. И еще уметь наблюдать. Правильно, не с фальшивила, там какая-нибудь ноточка не попала. А для меня, Марина, во вспоминания Михаила Саныча, вот он вспоминал о Сикстинской Мадонне, тоже прочитала его книжки. Он говорит, как хорошо, что человек не знает своего будущего. Это очень мудро, потому что вот глядя на Сикстинскую Мадонну, в глазах младенца такое знание и крестные муки, так же, как в глазах Богородицы, что много человек это понести не может. Вот это вот знание, которое есть на этой прекрасной, конечно, картине Рафаэля, знание в глазах младенца, Бога-младенца и в глазах Бога-матери, вот только у них могло быть это знание. Но он говорит, а нам лучше не знать. Ты никогда не задумывался, чем движется жизнь? Нет. А тем, что Ваньке хочется целоваться с Машкой. Что наступает ночь, а утром гудят гудки. И все расходятся по своим местам. И пока все это есть, жизнь будет продолжаться. Вот или она? Нет. Проще паре на реп. То, что он был крещен, крещен. Даже я не сомневаюсь. А вот как, ну не выражал ярко и ясно, вот я верующий, не демонстрировал Михаил Александрович, а вместе с тем он какую-то большую сумму отдал на восстановление храма в Таре. Он очень много делал вообще для людей, и не только как депутат. Постоянные квартиры кому-то, детские сады и так далее. Вот я, поскольку я являюсь землячкой, Михаил Александрович, я из города Омска, правда. Ну, рядышком. Рядышком, да. То я помню свои первые гастроли. Я тогда уже приехала со спектаклем «Принцесса Турандот», я играла за главную роль принцессы Турандот, полгорода родственников, мне это гордо, приятно. И Михаил Александрович говорил речь перед первым нашим спектаклем. Михаила Александровича решили сделать почетным гражданином города Омска. Ему это объявили, вышли и сказали, значит. И Михаил Александрович тоже благодарил, у него такая благодарственная речь была. И потом, значит, он заплакал и сказал «Земляки, что же вы со мной делаете?» И был случай на пресс-конференции. Девочка, которой он просто спас жизнь, она присутствовала на этой пресс-конференции, и Михаил Александрович об этом не знал, но вот она встала, ей было уже 16 лет, она сказала «Большое спасибо, Михаил Александрович, за то, что вы спасли мою жизнь». И, значит, он говорит «Да что ты, моя милая, ну-ка напомни, когда-то мои родители обратились к вам с просьбой, у меня был порог сердца, и в Омске не могли сделать операцию, поэтому родители обратились к вам как к земляку, и вы, значит, все сделали для того, чтобы мне была произведена, значит, операция, операция прошла успешно, вот я перед вами». Спасибо вам большое. Ну, это, естественно, аплодисменты, и я думаю, что таких случаев, таких людей, если поискать, можно найти очень много. Но Михаил Александрович никогда это не афишировал, но всегда был очень горд своими земляками, своей родиной, всегда говорил об этом. И вот в городе Тара есть театр, который называется «Сотоварищи», потому что Михаил Александрович, это было любимое его слово, он называл как бы всех артистов, не соратники, не товарищи, а именно «сотоварищи», потому что все мы делали одно дело. Вот, и театр процветает, ездит на всяческие гастроли. Имени. Имени, имени Ульянова, да. Имени Ульянова. Вот как говорили, да, мы в прошлом году с Мариной ездили как раз в Тару. Да, на 90-летие Михаила Александровича. Да, на 90-летие Михаила Александровича. Да, но еще мы были в домике как раз, домик-музей сделали, где там вещи, френч, да, по-моему, в котором он играл из фронта. Да, из фронта. Какие-то вещи. Но, слава тебе, Господи, вот недавно открылся памятник Михаилу Ульяну, великому русскому артисту в городе Омске, недалеко от Омского драматического театра. Да. Вы знаете, еще одно его воспоминание меня тоже очень тронуло, когда он пишет о том, как важно восхищаться другим талантом, как важно восторгаться им, как важно, чтобы не только чтобы тобою, а вот уметь заметить и восторгаться, как, я думаю, он восторгался вами. Это способность восторгаться другому, другому таланту, другому. И тогда, говорит, человек живет полной, полной жизнью. Я еще хотела, конечно, особенно вспомнить его работу блистательную, на мой взгляд, в беге. Ох! Это что там? Что там? Что только там не соединилось? Какие там, Евгений, краски? Какая-то палитра сказать мало. Это какой-то фейерверк. Парамош, веди себя прилично. Приват, доцент. Чернотов. А чего мне так грустно? Выкупи. Выкупи у него медальон. Вот. Выкупи. Мы должны вернуть. 30 долларов. Ага. Держи. А теперь уйдем. Ради Бога, скорее уйдем отсюда. Слышишь? Парамоша, мы засиделись у тебя, мы уходим. Уходим сейчас, Парамоша. Все. Ну, нет. Все, Пара. Все. Нет. Все. Я больной. У меня жар. Ага. Вы воспользуетесь тем, что у меня жар в груди. Понятно. Жар у меня. Подожди, Парамоша. Отдай деньги. Когда они снимались, ну, значит, они дурачились. Там один дубль, два дубля, три дубля. И у них выпивание. И вот они выпивают из рюмки там, из одной, из другой. И тот один у него отбирает, у него выхода нету. Он берет свой ботинок, наливает ботинок и выпивает. И это осталось в кадре, в кино. Это все получилось случайно. И вот таким вот образом он переиграл в стигде. Это подтверждает его мысль о том, что надо уметь восхищаться другим. Конечно. Два великолепных артиста с восторгом и любовью. Вот это же ведь действительно прекрасно. А вы знаете, вот сейчас Марина вспоминала, да, Михаила Александровича. И мы говорили о Ворошиловском стрелке. Вы знаете, вот эти последние, последняя такая его огромная, колоссальная роль. Я помню вот это какой-то, я как не мог, чего-то, чего-то с Михаил Александровичем. Чего-то все шепчутся. Чего он такое? А он в этой ковбоечке, в этой кофточке, небритый, такой, в театр приходит, на репетиции в зале сидит. Вот в этом во всем, что-то такое как, ну где же это, вот эта ульяновская могучесть. А вот это, вот это, вот это работа, работа, работа и работа. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Однажды мы оказались заняты в каком-то радиоспектакле. И это было на Пятницкой, и нужно было ехать от театра. И его попросили, ну ему машину, конечно, подавали, а мне ничего не подавали. Но так как я опаздывал, и его попросили, захвати мой молодого артиста с собой, если вам это будет нетрудно. Он сказал, конечно, поехали со мной. И мы сели с ним в машину, в одном радиоспектакле должны играть. И он, значит, текст бурчит, бурчит, потом поворачивает и говорит, скажи мне, как будет лучше, если я буду играть? И начинает сначала с одной интонации читать роль, а потом начинает с другой интонации. И я сижу, как дура, и должен выбрать, а как будет Михаил Александрович. Потому что мне понравилось и так, и так. Это было, и это здорово, и это здорово. АПЛОДИСМЕНТЫ Мама! Мама! Да, да, я здесь. Там отца по телевизору показывают. Другие говорили, что это будет партия обновленного социализма. Никто с этим не спорит. Здравствуйте. Но в голове возникали вопросы. Здравствуйте. Что это такое обновленный социализм? То есть такой, какой был, то его нужно обновить. А какой социализм был? Они все были хулиганы, в хорошем смысле этого слова. Когда я играла Клеопатру в спектакле «Мартовские иды», а Михаил Александрович Ульянов «Цезаря», я, значит, такая вся красивая приезжала, значит, на эти вот «Мартовские иды». У меня были костюмы от Вячеслава Зайцева, значит, здесь какие-то накладные груди, здесь у меня, значит, змея, как положено, черные волосы, значит, я все-все-все блестящее платье, и я вставала в отдалении в позе такой египетской, как я себе представляла. А Михаил Александрович сидел на авансцене, и как раз были какие-то съезды бесконечные, он как депутат там на них участвовал, он приходил ужасно усталый-усталый, он сидит на авансцене, и я в отдалении встала, и у Михаила Александровича был такой текст. Сколько раз я держал у себя на коленях этого свернувшегося в клубочек котеночка, барабанил пальцами по ее маленьким коричневым ступням и слышал, как голосок возле плеча мне шептал, и тут должна вступать я. Сколько там чего-то там того-то, сколько, и я встала, встала всяк блещу, все, значит, змея горит, все полыхает, и Михаил Александрович, сколько раз тишина ему, значит, помощник резюра? Я держал на коленях свернувший все у себя на подказку. Суфлер. Я держал у себя на коленях. Михаил Александрович, сколько раз я подсказать не могу, стою, блещу, больше ничего сделать не могу, потому что он меня все равно не услышит. Помощник резюра. Где-то свернувшийся в клубочек котеночка, барабанил. Суфлер. Михаил Александрович сдыхает тяжело и говорит. Сколько раз я держал этого скотеночка, который мне говорил. Он сократил вот этот вот маленький монолог, всю красоту поэтическую. Но это самое страшное, что я вижу, как он так сидит. А дальше, а дальше говорить мне, что надо было преодолеть. У меня вот так текли слезы. Я говорила, значит, этот текст как дура вся блестящая, значит. И Михаил Александрович потом подбегал ко мне и так пусти, пусти. И мы, значит, продолжали играть сцену дальше. Но вот все равно вот юмор и вот это озорство, это отличает всех вахтанговских артистов, я думаю. Да. Ну, главное, наверное, все-таки любовь. Потому что он людей-то любил, и своих земляков, и просто... Ведь он же не отказывал там подписать какую-то, не отказывал пойти как депутат, за кого-то похлопотать. А еще у него удивительное качество, у Михаила Александровича была такая доброжелательность вообще. Очень точный характер его уловил Валерий Плотников вот в этой фотографии. Да, к нему, наверное, не подступись. И мы там, молодые, там бежали, прижимались к стенке, побаивались его. А потом, когда он говорил, что я не смогу больше текста не смогу выучить, ну, как бы была такая трудность, но он в театр всегда приходил. И если он, когда вот играл спектакль, он никогда в буфет вообще никогда не заходил. А тут он стал заходить в буфет и сидел в буфете, и разговаривал, трепался с артистами, и так заливисто хохотал, что я первый раз, я даже, когда я услышал, что это смеется Ульянов, я даже не поверил самому себе. И у Галины Львовны спрашиваю, он говорит, да вы его не знаете, он всегда мишка такой был, он всегда таким был, он всегда был жизнеранным. Вот внешняя его оболочка вот эта. А внутри очень ранимый, доброжелательный, добросердечный человек, очень любил свою Аллу Петровну, очень был там Лизу. Он дождался правнуков, у него родились, радовался, что они у него появились. Все это у него было. Он был председателем фонда заботы, он очень любил ездить в Ивановскую область, и там вот он приезжал, встречался с ветеранами, он заходил в Ивановские церкви, ему часто дарили Архангела Михаила. И у нас даже в училище есть из Иванова икона Архангела Михаила. То есть это все было. В нем было все, Михаил Александрович. Это был настоящий человек, талант, личность, яркая личность, которая оставила такой неизгладимый след. Да, это христианская душа. Если вспомнить вот самое начало и то, о чем Марина говорила. Смотрите, вот мы когда в Тару приехали, это же 300 километров от Омска, то самое, откуда он с чемоданчиком приехал в Москву. И вы знаете, вот этот домик крохотный, половина дома, который принадлежал ульяновской семье, все это какое-то такое маленькое-маленькое, это печушечка, это кровать, это полуигрушечное какое-то. Когда садишься за этот стол, вообще понять невозможно, что вот это махинище, это огромное явление, оно отсюда родом. И вот как вы вспомнили о том, что значительную часть суммы какой-то на храм пожертвовал, и он в родном городе, у него есть храм, который благодаря ему существует, и театр. Если бы не он никогда в жизни бы в Таре, в которой живет 20 тысяч всего-навсего населения, вы не представляете какой это театр. И вот это тоже род служения его. Хочется с вами помянуть Михаила Александровича, поскольку память у нас, светлая память, и мы поминаем артистов. Может, кто-то, кто увидит в телевизоре, тоже перекрестится и помянет. Помяни, Господи, во Царствие Твоем усопшего раба Михаила. Прости его согрешения, вольное и невольное. Даруй ему Царствие Небесное. И помолись о нас, дорогой Михаил. ПЕСНЯ 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 Дорогие мои друзья, спасибо вам огромное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова